Пам-пам-пам, смотри, цветочки. Я тебе дарю его, но я не буду срывать, ты просто будешь когда проходить мимо, вспоминать меня. О, ну, поленько. Привет, ребят, это Орел и Решка. Они знают, там вначале было написано Орел и Решка, они даже знают в какой мы стране, там вначале написано. Это необычный выпуск Орла и Решки. На пол, я сказала, на пол! Нет, все-таки поговорим. Это спецпроект Орел и Решка неизданное по морям 2. Хорошо, хорошо, не надо на меня орать. Рот закрой. Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Вставь монтаж, пожалуйста, Андрюш, меня вставь. Все, что осталось за кадром и все, что было не пропущено цензурой. А что было в тебя ночью? Неудачные дубли. Это еще не все. Не вошедшие сюжеты. Зачем готовить вот это? И вы, и вы. Личные впечатления. По закону, что нельзя пукать. Фу, просто фу. Откровения ведущих. Я уже не адекват. Я играю с фруктами в кроватку. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Он просто показал вот так плавничком и опять нырнул. Это просто трэш. Покоряю всех своей неотранимостью. Это что? Ты откуда взялся? Еще больше историй. Мы обыкали всю карму. Еще больше орла и решки. Вы думаете, это чушь? Нет, это не чушь. Хорошо, я расскажу, что я знаю. Хорошо. Бери ствол. В семнадцатом сезоне команда Орла и Решки решила исследовать моря и океаны нашей планеты. Это приключение нам настолько понравилось, что мы решили продолжить его и в восемнадцатом сезоне. За этот сезон мы изборостили просторы четырех океанов и воды двадцати морей. Сделали то, что не удавалось в предыдущих сезонах. Погладили самых милых животных на планете ламантинов. Посетили первое в мире подводное кладбище. Подавили в самом огромном аквариуме на планете. Это невозможно красиво. Не побоялись даже поплавать с акулами в открытом океане. Можно облезаться, если честно. Очень страшно. И впервые за всю историю Орла и Решки поймали одну из самых редких и быстрых рыб в мире. Марлина. За восемь лет! Восемь лет и разу вы не смотрите! Ребята, только я руку свою не чувствую вообще! Но все было не так беззаботно и красиво, как может показаться. Мы попадали в передряги. Боролись с неудачами. Это уже двадцатый автобус, который мешает нам проехать. Мена рельса и задержка это не вина. Мокли под дождями и ливнями. Терпеть, терпеть и плавать. Блин, как дождь фигачит, а? Глаз прям, капля упала. Дождь, подожди, пожалуйста. Помимо всего того мокрого, жаркого… Можно даже сдохнуть от жары просто. Рыбного… И подводного, что мы вам показали. Много чего невероятно крутого просто не поместилось в эфир и так и осталось за кадром. Ты с кем разговариваешь еще тут? Какие-то там пируэтики поделай нам. Класс, такой отстой вообще. Чтобы добро не пропадало, мы трепетно сложили все самое-самое не вошедшее в эксклюзивный выпуск «Орел и решка по морям 2 неизданное». Мы все делаем очень тихо, потому что ламантины не любят громких звуков. Коней на переправе не меняют. Поэтому во второй сезон по морям было решено отправить старого, но опытного морского конька Колю Серго. Опа! Русалка! За прошлый сезон он успел стать настоящим экспертом в судоплавании. О, яхточка! Вау! Пляжеведение… Песок не очень, песчинки слишком здоровые. И дураковаляние. Если резиновый динозавр, то значит чем он питается? Резиновой пищей. Что ж ты не ешь? С таким-то опытом ему любое море по колено. Так что мы не раздумывая провозгласили его капитаном этого плавания. Я выиграл все, а вы нет. Неудачники! Компанию Коли Сергеев в этом сезоне составила молодая и строптивая Алина Островская. На пол, я сказала, на пол! Я пытаюсь быть естественной в кадре. Поначалу радости Алины не было границ. Я новая ведущая Орла и Решки. Коля, это Орел и Решка. Мы с солнечной Болгарией, понимаешь, я в Орел и Решка. Но вскоре она поняла, почему некоторые наши ведущие надолго на проекте не задерживаются. А я думаю, что у них так много ведущих меняется? Каждый сезон новая ведущая. Конечно, снорклин с акулами. Ой, так я как барбекюшка на майске. А, боже мой, я вижу, что это я не хочу. Фу, просто фу. В общем, вскоре Алина искренне пожалела, что вообще подписалась на эту сомнительную авантюру. У меня все равно теория, что это заказ, что кто-то меня в Решку заказал. Регина, это ты? У меня болит ухо правое, мне тошнит, все это не нравится, мне все это раздражает. У меня просто рекордное число ударов в голову за этот сезон. У нас Алина головой с кем-то поспорила, забирает все, что можно своей головой. Крылья самолетов, углы, машины, бревна, деревья, все. Обидно, обидно. Алина. Это по-дурацки вообще. А вот зрителям новая ведущая сезона по морям сразу же понравилась. Особенно мужской аудитории. Алина. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, конечно, ведущей Алина стала не только благодаря своей неотразимой внешности. Вся наша команда полюбила эту удивительную девушку за искренность. Просто чудо, посмотри. Сердечко сейчас так пил. Жизнерадостность. Это мои подруги. Кося, давай пять. Давай-давай, иди ко мне, мой хороший оператор. И профессионализм. Дай мне камеру, я сниму, пожалуйста. Скоро разлёгся. Давай идем, камера пишет, нам пора идти. Ой, успели. Алиночка, как дела? Понимаешь ли, надо где-то еще подрабатывать. Решка как бы прокормить метр семьдесят пять. Сложно. В каждом выпуске «Орел и решка. Неизданное» мы будем составлять рейтинги самого-самого. Самые невероятные красоты, самые экстремальные развлечения, самые баснословные траты и многое другое. Это наши личные, субъективные, предвзятые, иногда сумбурные впечатления. Это было! И никакой рекламы или антирекламы. Всех, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не дуться. Ой, как вы сейчас чудесно начали делать. Сегодня мы решили составить рейтинг самых красивых пляжей второго сезона по морям. Итак, пятое место. Пляж Лас Калетас в мексиканском курортном городке Пуэрто Вальярта. Его главная фишка – уединенные понтоны с личным гамаком, песком и пальмой. Коля оценил пляж на твердую пятерку. За супер-эксклюзивность и мега-уединенность. Мы же награждаем пляж Лас Калетас пятым местом нашего рейтинга. Слушайте, а какая крутая система. Получается, волны качают понтон, понтон качает гамак, гамак качает меня. Прям в карту мобиля. Вечный двигатель. Четвертое место. Дикий пляж Соколавра на Майорке. Место настолько живописное и романтичное, что мы просто не могли не взять его в этот топ. Да, здесь нет кафешек, шезлонгов, зонтиков. Но мы ведь приезжаем за вот таким вот видом. Третье место. Пляж Медано-Бич в Мексиканской Калифорнии смело можно печатать на открытках и рекламных проспектах. Коля назвал его одним из лучших в сезоне. А мы же дарим ему почетное третье место. Вода. Второе место. В американском штате Флорида Коля отыскал… Лучший пляж Америки. Больше всего на этом пляже поразил песок молочного цвета. И можно прям в снежки играть. Ну в песочняшки. Смотрите, как он лепится. И наконец потрясающий, фантастический, да просто самый-самый пляж кафедральных соборов в Испанской Галисии. Да, этот пляж не предназначен для ленивого валяния на шезлонги и попивания коктейлей через соломинку. Но это именно тот пляж, увидев который всего раз, больше не забудешь никогда. Пляж кафедральных соборов – это невероятные виды. Умопомрачительная природа и сумасшедший океанский прибой. Пляж кафедральных соборов получает от нас заслуженное первое место. Вот какую оценку поставить этому пляжу? Вот относительно тех, что мы видели. Относительно них непонятно, но безотносительно. Пять, десять, пятнадцать, тысячу. Тысячу двести. Пять с плюсом. Ты пришел ко мне и просишь меня без уважения. Еще дубль. Ты с кем разговариваешь, сынок? Конечно же штурвал сезона по морям держат не только наши ведущие. Костя, ты что делаешь? Обслуживает господину. Вместе с ними в дальнее плавание отправилась команда опытных моряков. Милые ребятки у нас. Это ответственный продюсер. Малышенко, зачем ты трактор заказала? Чуть-чуть, нормально. Компетентные операторы. Слушай, а как тут запись нажимать? Можно и камнем нужно? Два раза палкой ударь по нему и она включится. И в тяжелых съемочных условиях, когда оператор сдался, а я заплатила слишком много бабла, я не могу это не снять. Уравновешенные редакторы. Это что были хорошие подводки. Жесткая, Юлька жесткая у нас. И терпеливые режиссеры. Я не могу все коньяку мне! Коньяку! Я сейчас эти метки все пропасирую. А ты же сказала. Да я просто тебе акцент потом сказала. А кто ты из животных, Андрюшка? И шаруп, я охотник. Охотник, он охотник, он охотник. А кошечку охотник убить не может. Наши ребята знакомы еще с первого сезона по морям, поэтому всегда работают слаженно. Ребят, хватит постить фоточки вот так. Позарить. Ребята, Марлин уже, Марлин, пойдемте. Блин, вы даже не пошевелились. Всегда начинают с самого важного. Ладно, давай мы сейчас попробуем первый день с трусиков начнем. Сказал он мне. Помогают и поддерживают друг друга. Мне так страшно. Я должна не поддержать в этой хитрике. Мне нужна поддержка, прыгай. Мы с Юлей терпеливо ждем. С чем дальше? А знаете кого? Кость! Кость, нам снимать надо. Костя! Костя, Костя, покажи мне адрон. Костя, Костя, покажи мне адрон. Познакомлю тебя со своим ведром. Покажи мне адрон. Живут. С днем рождения тебя! Едят. Приятного аппетита. И спят орлом и решкой. Охотятся за лучшим кадром. Во время полета присяду, наверное, вот так вот, смотрите. И буду вот здесь сидеть. Незабываемой подводкой. В общем, ламантин это что-то среднее между крабом, слоном, коровой и человеком. В общем, делают все, чтобы вам понравился каждый наш выпуск. Ну табличка же висит. Какая? Ну не вскарабкиваться на скалы, ну елко. На испанском написать, я не понимаю. На каком испанском? Там перевод есть на английском. Не было времени посмотреть. Коль, может монетку сейчас кинем? Ага. Ну я серьезно. Ага. Ну что, ага, давай бросим. Хорошо. Можно? Ага. Ну давай, решка. Ой, орел. Ты же спал. Уже нет. Говорят, что Канары одно из лучших мест на планете, чтобы увидеть звездное небо. Но канарский выпуск был настолько богат на приключения, что сюжет про то, как Коля отправился в местную обсерваторию, просто не поместился в эфирную версию программы. Так что мы приберегли его специально для неистинного. Друзья, знаете, почему я так космически запарковался? Потому что я приехал в обсерваторию. Это на мне звездная пыль, чтоб вы понимали. Полюбоваться космосом вчера мне не удалось. Сегодня я исправлю этот недочет. Какой высокотехнологичный лифт. Знакомьтесь, местный астроном. Это больше похоже на пульт. В смысле я буду переключать каналы? Давайте я найду канал Discovery и там посмотреть звезды. Этот пульт сам распознает и наводит телескоп на звездные объекты. Ааа, ничего себе! Ааа, ничего себе! Аааа! 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 Ну, на самом деле я сам, честно говоря, немного опростафилился. Потому что я приехал в обсерваторию днем. Что я хотел днем увидеть в обсерватории? Ну, телескопы людей разве что. Окей. Аааа, have you ever seen UFO? Это из Фортавентура Астрономической группы. Да. Они практически видели разные движения. Да! Я верю! Я верю! Спасибо! Окей, это... Это закончилось. Вот человек, который работает в обсерватории. И он говорит, что НЛО существует. Есть еще вопрос? Окей, спасибо! 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 Окей. Ааа, окей. Ааа, окей. Ааа, окей. Ааа, окей. Ааа, окей. Ааа, окей. Ну, 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 ну. Зачем мне все эти нейтронные звезды, галактики, астероиды? Если... Самое важное, я уже узнал. НЛО существует. НЛО существует? Прекрасно! Всякий раз на съемках мы пытаемся успеть поймать в свои объективы как можно больше красивых кадров. Эквилибристика по операторски. И интересных сюжетов. Какие-то там пируэтики поделай нам. Но очень часто все идет не по плану. Ребят, куда собрались? Я не знаю, Костя в кусты ведет какие-то. Ну, если Костя зовет, то значит что-то стоящее. А все от того, что съемки – это процесс, который ну очень сложно контролировать. Никакого общего, только крупный. Нет, общего не будет. Будет общий? Нет, я хочу крупный. Старый. Молочный. Поэтому нас очень часто поджидали всяческие казусы. Привет. Стой. Эй, ты как бы подожди, во-первых звук, во-вторых грудь, не надо так. И эпик фейлы. Чего только с нами не случалось. Нас подводила техника. Что хорошо, у нас камеры просто лягут. Мы не могли найти общий язык с местными. Стоп, 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 стоп. Плиз, explain me. I don't understand. У нас глохли машины. Заглох как лох. Команду до смерти укачивало на дайвинге. Случались даже проблемы с законом. Кстати, на самом деле у нас уже за эту съемку сегодня второй раз или третий останавливает милиция. Да что там. Порой нам просто не давали снимать. Это уже двадцатый автобус, который мешает нам проехать. Господи, это двадцать первый автобус. Двадцать второй, двадцать третий. А иногда и вовсе все летело псу под хвост. Собака, куда ты? Я понял, почему собака все время куда-то убегает. Постоянно ко всем прохожим липнет, дает себя погладить. Потому что она древнейшая собака в мире, древнейшая порода. А какая древнейшая профессия в мире? Я тебя раскусил. Часто из-за таких неудач и передряг сюжеты получались скомканными. Как, например, сюжет про китов, которых Коля искал на Гранд-Каналии. Говорят, местные воды просто кишат китами и дельфинами. Поэтому одно из самых популярных развлечений здесь – это понаблюдать за этими животными. Говорят, что увидеть китов в местных водах – дело плевое. Достаточно обзавестись яхтой и опытным гидом, что я и сделал. Что такое наблюдение за китами? Это дорогая яхта. На яхте есть персонал, который максимально ублажает заказчика. То есть меня параллельно. Персонал смотрит по сторонам и высматривает кито. Если где-то появляется кит, конечно, они же кричат кит, кит, кит. Тут, конечно, все счастливы и рады, смотрят на кита. Ну и дальше возвращаются, собственно, к загоранию и трапезе. Кита пока нет на горизонте, зато есть паэлья. Чем я и займусь. Паэлья – это, конечно, хорошо. Но я приплыл сюда не за этим. Капитан, что там по китам? Я уже почти доел по элью. Спустя час поисков я настолько истосковался, что уснул. Но даже после моей спячки ситуация никак не поменялась. Уважаемый сэр, я, конечно, понимаю, что этот вопрос вам задавали много раз, но где киты? Может, он не понимает по-нафигу? А где? А где? А где? А где? Ну это не смешно уже. Который час гоняем по местным водам. Хоть бы, хоть бы намек на кита какой-то был. А то кроме океана ничто на китов не намекает. Еще час спустя я просто начал сходить с ума от скуки. Киты! Киты! А может быть, они подумали, что я их не уважаю? Я придумал. Кивы! Кивы! Окей, ну где киты? Где они? Ну как же так? Говорили, что встретить китов здесь – это дверняк. Все дело в том, что увидеть этих гигантов можно только в открытом океане. А для этого нужна специальная лицензия, которой у моего опытного капитана попросту не оказалось. Поэтому меня битый час катали вокруг берега и тупо развели на 600 евро. На самом-то деле я надежд не питал, что вот точно увижу кита. Нет, я был готов к любому раскладу. И вот такой расклад меня тоже устраивает. Ну не увидел Китай, и что? Зато как красиво, а? Красиво! Как вы уже успели заметить, ведущие «Орел и решка» ребята рисковые. Боже, как это страшно. Поэтому ради хорошего сюжета они пойдут на все. Как бы страшно. Блин, я боюсь, я боюсь. Мерзко. Я против вот такой жести. И отвратительно не было. Блин, да ребят, ну дайте подводку записать потом. И обычно все эти острые ощущения связаны с какой-нибудь необычной местной едой. И если для Коли гастрономический экстрим уже давно не в новинку… Ммм, вкусно. То нашей новоприбывшей морячке Алине пришлось. Ой, как нелегко. Мне уже хочется вливануть, если честно. Она боялась. Что-то очень нехорошее. Убегала. О, боже мой, я вижу, что это я не хочу. Рыдала. Это не рыба, это кожа куриная, это кожа. Фу, ой. В общем, каждый раз ей было невыносимо сложно. Она совсем не аппетитна. Плюс ко всему ситуацию усугублял один маленький секретик. Друзья, мне надо вам признаться. Юля платит деньги за то, что я играю с фруктами в кроватке. Целый спектр эмоций и чувств. Нет, я не сошла с ума. Я просто вегетарианка. Я не ем мясо. Но Алина всегда пересиливала себя. Я могу это сделать и забыть. И со слезами на глазах пробовала всю ту гадкую еду, что мы ей подсовывали. Порой ведущая даже входила во вкус. Всех, всех зажорить, зажорить, зажорить. Да простит меня Гринпис. Так что за этот сезон в желудке ведущей оказались. Три курицы. Мясо не сухое, но абсолютно не жирное. Один поросенок. Вот так свинья подарила миру деликатес. Бобер. Ну что же ты бобер. Попался так. Лесной голубь. Вкусно необычно. Кролик. У меня, кстати, был зайчик. Его звали персик. Личинка пальмового долгоносика. Из пленочки что-то вытекло. И кобра. Если даже так в бутылочки разливать и продавать, очень даже будет хороший бодрый напиток. Вегетарианка, которая попробовала кросьми. Мне нравится этот вегетарианец. Я мясо, я все равно вегетарианец. Я плачу, но я все равно вегетарианец. Алина, все, прощай полутона. Ты на нашей стороне. Но одно особенно мерзкое блюдо, которое Алина попробовала в Пуэрто-Вальярто, мы вам так и не показали. И приберегли его на десерт. Есть один популярный местный деликатес. Называется Чичарон. Я думала, это будет какой-то морской деликатес. Но вместо этого меня ждали ошметки туш, кожи, кишки, кипящие в котлах. О боже. Мне так неудобно, потому что для этих людей это же вкусняшка. А я хожу, мне хочется прям… Вся эта мерзость нужна, чтобы приготовить традиционное мексиканское блюдо под названием Чичарон. Это некое подобие чипсов из свиной кожи. Кожу нарезают лоскутами, варят в жире, который натопили из внутренних органов животных, а затем подсушивают. Мерзко до тошноты, но долг ведущий обязывает. Ладно, на вкус это не так омерзительно, как выглядит, но ничего полезного тут точно нет. По вкусу очень похоже на шкварки. В целом съедобно, если только забыть, как это было приготовлено. В стране, где есть фрукты, овощи, морепродукты, где столько всего вкусного, зачем? Зачем готовить вот это? У меня просто нет слов. Порой сюжеты, места и развлечения, которые в нашем воображении выглядели красиво и интересно… Это что, весь пляж? На деле оказывались чем-то менее впечатляющим. Поэтому кроме побед в этом сезоне с нами случались и разочарования. Так что вот вам рейтинг наших самых больших разочарований в сезоне «По морям-2». Пятое место. Коля на Майорке решил отправиться со своими 100 долларами в настоящий апельсиновый рай. Но вместо цитрусовых рощ смог отыскать только мороженое. Самое веселое развлечение здесь – это поесть мороженого. Четвертое место. Сёрфинг в Гран-Канарии. В тот раз Коля с безлимитной картой попытал свою удачу в сёрфинге и виндсёрфинге. С волнами здесь не густо. Но с ветром в тот день не задалось. Так что Коля просто бултыхался в спокойной лазури Канарских вод. Третье место. Амальфитанский водопад. Ведущий сделал огромный крюк, финалом которого стал жалкий ручей. Водопад? Это и есть водопад? Мне кажется, водопад это громко сказано. Это водопад. Водопад! Водопад! Это издевательство, а не водопад. Второе место. Дайдинг к затонувшим кораблям в Юрмале. Который наши зрители так и не увидели. А все потому, что погода испортилась. Вода была слишком мутной и наша съемка попросту не удалась. И наконец первое место. Набережная и пляж Сандакана. Тогда ведущему достались 100 долларов. И он ну очень хотел искупаться в море Сулы. Что это такое? Но из-за мусора, грязи и халатности местных этому желанию не суждено было сбыться. Здесь вообще я нигде не скупаюсь. В городе просто нет пляжей. Доброе утро, друзья. И знаете где мы? Мы в Мексике. Калифорния. Коль, надо определиться. В мексиканской Калифорнии Коля со 100 долларами нежился на одном из самых красивых пляжей сезона по морям. И был волонтером черепашьего центра. А Алина с неограниченным бюджетом наконец-то слоила марлина, за которым наша группа гонялась целых восемь лет. Мы это сделали, да! Это стало главной победой сезона. Иди сюда, мы сделали! Иди сюда! За восемь лет! Восемь лет ни разу вы не словите! Более того, нам удалось посадить на крючок не одну, а целых двух редких рыбин. Ого! Я думаю, почему мне так было тяжело с тобой, парень! Если ты ловишь две рыбы, то одну ты можешь оставить себе. Как бы по-честному рыбак забирает себе добычу. По правилам первого мы отпустили обратно. Да-да-да! Пока, малыш! А второго решили попробовать на вкус. К сожалению, в эфирной версии программы для этого сюжета просто не хватило места. Так что прямо сейчас мы расскажем и покажем вам, какой же на вкус тот самый Марлин. Мой триумфальный улов Марлина я привезла в отель. Где его быстренько приготовили и подали прямо на террасу моей виллы. Это же мой трофей! Прям стейк! Это я словила! Я! Сейчас будем пробовать. Стейк из Марлина считается деликатесом. Невкусно. Вообще. Но вкус как мясо. Причем как там, может быть, так специально, конечно, сделали, но внутри как сырое еще. Оказалось, что Марлина готовят как говяжий стейк с разной степенью прожарки. И самая популярная – это прожарка рейр. То есть слегка обжарены по краям. Если вы все-таки каким-то чудом словите Марлина, можете смело его отпускать. Потому что все-таки эта рыба предназначена жить в дикой природе, охотиться на вкус вообще так себе. Правда. А бочки, кстати, ничего. Класс. Интересно, какие тут животные водятся? Нет, здесь животные. Привет, это Орел и Решка. Или как сказали бы местные Нихао Сяньзе. Вот так они говорят. Ну а мы скажем, что мы в самой курортной, в самой тропической и в самой оздоровительной точке Китая. Мы в городе Санья. Одна из самых водных программ этого сезона – это, конечно же, выпуск о китайском курорте Санья. Водным он оказался в буквальном смысле. Всю программу наших ведущих и группу заливал проливной дождь. Пустите меня передождевать. И пока Алина со своей золотой картой рассекала на дорогущей тачке и давила в огромном аквариуме, Коля со 100 долларами буквально тонул на улицах Саньи. Терпеть, терпеть и плавать. Блин, как дождь стягачит, а? Из-за непогоды сюжет про рисовые поля буквально смыло из эфирной версии программы. А все потому, что с самого начала что-то пошло не так. Спасибо большое, конячева. В Санье достопримечательности есть только парки. Причем парки на любой вкус, там, с цветами, с деревьями, с прочим, прочим, прочим. Для того, чтобы выбрать из них самый интересный, я открыл брошюрку и среди вот этих вот цветочно-деревных нашел тот, где есть затопленные рисовые поля. Это звучит интересно. Я даже понимаю, что их затопило. Вот этот дождь. Конячева. Оп. Поехали! Вообще в парке есть две опции. Первая опция – это купить билетом за 9 долларов и ходить здесь пешком. Но территория такая огромная, что лучше выбрать вторую опцию, заплатить 14 долларов и показаться на автобусе. Тем более, что сейчас такая погода, вы знаете, нестандартная для прогулок, поэтому кроме меня в автобусе больше никого нет. Ну и водитель. И гид. И оператор. Триста пятьдесят два гектара – это вам не шутки. Поэтому главной достопримечательности парка в зоне с динозаврами я доехал где-то полчаса спустя. Вот как ветер дует-то. Я, конечно, очень эпично и драматично смотрюсь под этим ветром в брызгах дождя, но у нас все-таки не сериал, мне страдания не к лицу, поэтому, ребят, я надену дождевик. Итак, в парке масса различных зон с цветами, рисовыми полями и теплицами. Казалось бы, при чем здесь динозавры? Их здесь поставили для того, чтобы парк посещали дети и интересовались природой и окружающим миром. Когда здесь хорошая погода, здесь от китайских туристов с детьми просто отбоя нет. Потому что эти динозавры, они шевелятся, там что-то разговаривают. Привет, динозавр. Ух ты, слушай, они резиновые. Если резиновый динозавр, то значит, чем он питается? Резиновой пищей. У меня для тебя кое-что есть, дружок. Что ж ты не ешь? Может, сыт? Ну ладно, я хотя бы попытался. Но больше в такую погоду в этом парке делать было нечего. Ну разве что подурачиться. Снимаешь дальше сам. Оп-оп. Человек-амфибия. Мои рыбки. Бульк-бульк. А что это у него там? Смотрите, какие-то фрукты созрели у него. Бананозавр. Парк прикольный, интересный. Много динозавров. Здесь реально туча. Ты ходишь каждые пару метров динозавры и все разные. Поэтому это не только красиво, интересно, увлекательно, но и познавательно. Я рекомендую вам сюда приехать. Но не всем сразу. Приезжайте по одному. Потому что если мы все сразу сюда ломнемся, это как метеорит. Все динозавры вымрут. Они слишком хрупкие. Наконец-то за мной приехали. Я уже просто устал ходить здесь, бродить пешком. Добрый день. Гоу. Вот так очень интересные места не попадают в эфир из-за неурядиц на съемках. И остаются неизданными. Алина. Привет. Привет. Ой, Коля. Эти дни у меня прошли очень по-женски. Меня кидало от крайности в крайность. То я ездила на берег смерти, то на реке Слава. А еще, представляешь, здесь во времена инкредиции столько времени поживут. Вообще, по жизни столько времени, и вообще-то было очень много, оказывается. А семеночки не вкусные. На испанском пульпе называется. Тут прям целые вот осьминожники. Как у нас на римчане, так тут осьминожники, представляешь. А город сам. Тут одновременно бываешь сразу в несколько странах. И во Франции. И в Шотландии. То солнце, то холод. Интересно очень, ты знаешь. Правда, океан был не в душе совершенно. А там покупатели получались. А потом, когда на островах была, на тех райске, что я тебе говорила до этого. Так вот там покупалась. Там такой пляж был. Он вошел, кстати, в десятку лучших пляжей мира. Представляешь, если это у нас, то тем не менее. В общем, впечатлений море. А как твои дни? А? Говорю, как твои дни? Слушай, у меня все прошло по-мужски. Коротко и лаконично. До свидания, друзья. Подожди. Подожди по-мужски. Пока, ребят. Задержите ее, пожалуйста. Это как по-мужски? Ты где был? Коля. Отстань, мать! В следующем выпуске неизданного сезона «По морям-2» мы продолжим знакомиться с закулисьем съемок морского сезона. Нам вообще за такую работу молоко нужно давать. Прямо из груди Джессики Альбу. Познакомимся с настоящими русалками. Русалка. Выпьем волшебного зелия. Сейчас будет такой прям огонь. И узнаем, сколько все-таки денег мы потратили с нашей безлимитной карты. Круто, конечно. Но доставка льда обошлась мне 150 евро. Не пропустите. Все, спасибо. Приходите на мои бизнес-тренинги, покупайте мои книги там на входе. Пока-пока-пока! Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...